Комбайны KSH XL Flow прежде всего характеризуются своей самой высокой продуктивностью и во вторую очередь своей самой простой конструкцией и соответственно самой высокой надежностью. Если мы говорим о комбайнах роторного класса, то мы были родоначальниками и наша роторная технология прежде всего характеризуется тем, что между наклонной камерой и приемным ротором нету никаких дополнительных движущих элементов. Благодаря этому меньше редукторов, меньше цепей, меньше ремней и зерновая масса поступает на ротор напрямую без каких-либо преград, без изменения углов она равномерным потоком, плотным потоком поступает прямо на ротор. И что важно еще знать и помнить о том, что ширина наклонной камеры равняется как раз ширине приемного конуса ротора. Соответственно, зерновая масса ровным, равномерным, плотным потоком поступает на ротор без каких-либо преград и перепадов и соответственно уже идет процесс обмолотой сепарации дальше. Сейчас мы обратим ваше внимание непосредственно на сердце этого комбайна. Это наш ротор Axial Flow. Диаметр ротора вместе с бичами составляет 76 сантиметров и главное принципиальное отличие от других технологий это то, что благодаря работе ротора, благодаря тому, что поступает зерновая масса, происходит не выбивание зерна, а происходит трение зерна зерно и таким образом оно обмолачивается и сепарируется из колоса или початков кукурузы. Первая половина ротора отвечает за обмолот и вторая половина ротора уже отвечает непосредственно за сепарацию. Если мы говорим об общей площади обмолотой сепарации, то она у нас составляет на этом комбайне 2,78 квадратных метра, что является одним из самых высоких показателей в индустрии. Это достигается благодаря тому, что ротор имеет достаточно большой диаметр и плюс к этому угол охвата под барабаней у нас составляет 156,5 градусов. Передняя часть ротора оборудована специальными витками и конусом ротора, куда поступает зерновая масса. Благодаря этим виткам и вращению ротора мы получаем эффект втягивания и затягивания зерновой массы на ротор и ускорение ее от 7 километров до приблизительно 100 километров в час. Благодаря этому очень быстро она проходит через ротор, осуществляется обмолот сепарация и таким образом наш комбайн имеет самую высокую продуктивность. Кроме этого вы никогда не увидите при работе много пыли перед кабиной оператора, потому что вместе с зерновой массой также ротора засасывает внутрь еще и воздух и таким образом оператор всегда видит перед собой жадку, культуру и нету никаких дополнительных ограничений в виде клубов пыли. Очень часто можно услышать, что комбайн Кейс-Аэйдж это прежде всего кукурузный комбайн. Где-то есть частичка правды в этом, но с развитием роторной технологии мы точно так же успешно убираем и все зерновые культуры, даже такие как рапс, например мелкосемянные, мы это достигается благодаря тому, что с каждым нашим комбайном вы получаете пять разных комплектов под барабаней. Соответственно изначально с завода он приходит с под барабаньями под зерновые культуры, соответственно в области обмолота это мелко ячеистые под барабанья, в области сепарации это крупное ячеистые под барабанья с квадратным сечением. Если вы хотите переходить на технические культуры, на бобовые, на кукурузу, вы меняете передние под барабанья на два разных комплекта для бобовых или кукурузных под барабаней и вот эти вот универсальные под барабанья вы можете либо оставить, либо же поменять их еще на под барабанья с продольными ячейками. Таким образом этот комбайн подойдет одинаково эффективно для уборки и зерновых и технических культур. Соответственно вы его можете начинать использовать в июне, продолжать в июле и потом переходить уже на сою подсолнечник в августе, сентябре и октябре на кукурузу. При различных тестированиях и полевых испытаниях наших комбайнов, такие происходили например в Германии, в Австрии, мы показывали всегда самый меньший процент потери зерна. То есть нормальная процентность это примерно от 0,5 до 0,8 процента потерь на роторе.